Автолюбитель Евгений Марфин за рулем уже 30 лет. Срок действия его водительского удостоверения подходит к концу. Он решил не затягивать заменой прав и написал электронное заявление на портале государственных услуг. Предоставил весь перечень документов и оплатил квитанции со скидкой 30 процентов. Назначенное время приехал за получением. Говорит, раньше приходилось часами стоять в очереди. Теперь весь процесс занимает полчаса. 15 минут на написание заявления на сайте и еще 15 в ГИБДД на получение водительского удостоверения. Самое главное не нужно тут в очереди ждать. Тебя пригласили, ты сдал документы, там все проверили, потом пригласили тебя на фотографирование и все и получаешь. Удобно очень. Раньше были такие очереди, целый день выстаивали люди. Поэтому, чтобы человеку было удобнее, растянули сроки. В общем-то, это правильно сделали. Заменить права, если их срок истек в период с 1 февраля по 15 июля можно до конца декабря. Просроченные удостоверения считаются действительными на всей территории Российской Федерации согласно указу президента Владимира Путина. Но представители ГИБДД не рекомендуют затягивать с обменом. Поменять права можно в РЭУ ГИБДД Самарской области как через единый портал государственных услуг, так и в порядке живой очереди. При посещении подразделений госавтоинспекции необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров и дезинфицировать руки. Ежедневно в Самарской области около 280 автолюбителей подают заявление на замену прав. Из этого числа порядка 40 это по так называемой живой очереди, то есть граждане, которые решили обратиться к нам в порядке живой очереди. Порядка 250 заявок это через портал государственной услуги, ну и в среднем где-то 20-30 водительских удостоверений это посредством МФЦ. В очереди и пика мы не наблюдаем в настоящее время, все в плановом режиме. Адреса отделений, куда можно обратиться водителям опубликованы на официальном сайте главного управления МВД России по Самарской области. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События.